Донские казаки поставили рекорд хорового пения, который попал в Книгу рекордов России. На площади Ермака более трех тысяч человек выступили в поддержку Новочеркасского Вознесенского собора. Я напомню, 1 сентября стартовал завершающий этап конкурса «Россия-10». От каждого округа в него вошли 10 объектов, которые претендуют на звание «Символ России». Он должен попасть. Он старинный. Это ж Донзе болеет за собор. И все даже школы, все детсадики голосовали, клубные системы, администрация, весь народ. Вознесенский кафедральный собор перешел в третий тур. Голоса отданы, в предыдущих раундах обнулили. Проголосовать можно по-прежнему на сайте 10Russia.ru, а также при помощи смс-сообщения. Отличие от второго тура, за один раз необходимо отдать голоса сразу за пять объектов. По итогам финала не будет первого или десятого мест. Только десятка лидеров и 20 преследователей. Тысячи школьников сегодня приступили к учебе. Ко дню знаний многие донские школы встретили своих воспитанников в обновленном виде. Что изменилось в работе учебных заведений, во сколько это обошлось? Наш корреспондент Ася Куренова не стала посещать элитные гимназии и отправилась в обыкновенную сельскую школу. Родную школу ученики поначалу не узнали. Новая мебель, оборудование, учебные материалы, спортивный инвентарь. Начало учебного года учреждения полностью обновили. Как снаружи, так и внутри. Особая гордость – столовая. У младшеклассников учеба учебой, а обед по расписанию. Для школы приобретено новое оборудование для пищеблока, что поможет нам теперь охватить горячим питанием 100% всех детей. У нас имеются интерактивные доски, компьютеры. То есть проблем с оборудованием в школе нет. Для Татьяны Стецуры школа – это второй дом. Педагог с 30-летним стажем знает обо всех технических приобретениях для родного заведения и с гордостью говорит о них. У нас в сельской местности реализован проект «Доступная среда». У нас установлены пандусы, лифты имеются. В каждом кабинете имеется большой телевизор, проведено телевидение. В каждом кабинете интерактивная доска. Ну и, конечно, гордостью является спортивная площадка. В этом году за парты Средней Горлыкской школы сели 240 учеников. Первых классов теперь два. Такого не было уже много лет. Это не единственная школа в регионе, которая встретила учеников в обновленном виде. Новый закон об образовании предусматривает одинаковое развитие общеобразовательных учреждений во всех регионах страны. Решил побывать в одной из сельских школ, в которую мы вложили деньги, 94 миллиона. Она стала по-другому выглядеть. И посмотрели внутри. Для нас одинаково важное развитие образования в каждой точке Ростовской области. Еще одна приятная новость. Премии и гранты для учителей поступать не перестанут. Это подтвердил глава региона. Также с 1 сентября клады педагогов повысят почти на 20%. Ася Куренова, Станислав Фоменко. Главные новости. Оксайский кадетский корпус встречал День знаний в новом статусе. В этом году учебное заведение перешло в подчинение Министерства обороны. Что изменилось в жизни будущих офицеров и как кадеты собираются сохранить самобытность корпуса? Вартан Сюнеджанс узнал все подробности. АПЛОДИСМЕНТЫ Четкий шаг, военная выправка и стройные ряды. Оксайский казачий кадетский корпус начинает учебный год в новом статусе. Теперь это довузовское учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации. Плюс мы сразу ощутили. Первое, то, что сейчас подчинение Министерству обороны улучшилось даже быть. Мы перешли сразу, дети, когда пришли с каникул, для них это полная неожиданность, когда мы питались в столовой с бочковой системы, когда сидели дети, кушали с бочков, раздавали пищу иногда пока, и было не совсем горячее, пока она остывает, накладывали. Сейчас по точной линии. В этом году на первый курс поступили 48 пятиклассников, в их числе и Тимофей Снесаренко. С первого класса он учился в казачьем военном городке под Новочеркасском. Несмотря на юный возраст, подросток профессию долго не выбирал. Отец и дед служили в погранвойсках, а прадед был атаманом в Морозовском районе. Мороз защищает родину. Хочу, что ты офицер, зарплата будет хорошая, квартира будет. Я думаю, что кадетские училища – это такие учебные заведения, где из мальчиков делают настоящих мужчин, достойных защитников Родины. Поэтому их число растет, и это хорошо. Еще один воспитанник корпуса, Денис Казарезов, уже может не только демонстрировать собственные навыки, но и обучать молодых кадет. В этом году он принял участие в параде на Красной площади. Парадный расчет Аксайского казачьего корпуса впервые в истории России принял участие в главном марше страны. Участвовал в параде, ходил в знаменной группе, ассистентом знаменосца. Было тяжело, но, как я уже говорил, благодаря тому, что все собрались в ответственный момент и о себе красиво очень заявили, получилось эффектно и красиво. Всем понравилось. За лето поменялся не только статус корпуса. В новой столовой пятиразовое питание и меню ни разу не повторяется. Учебно-материальная база тоже новая. Есть изменения и в образовательном процессе. С этого года кадеты будут ежемесячно получать стипендию, смогут бесплатно проезжать к месту каникулярного отпуска, а также вне конкурса поступать в вузы Минобороны. С этого года учащиеся Аксайского кадетского корпуса приравнены к суворовцам и нахимовцам, суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Но это же и докладывает у вас большую ответственность, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное президентом Российской Федерации и министром обороны. Сейчас в казачьем кадетском корпусе обучаются около 300 воспитанников. Конкурс по-прежнему высокий, больше 10 человек на место. Поступить можно только по рекомендации атамана. Несмотря на смену принадлежности, свою самобытность Аксайский кадетский корпус не потеряет. Останется даже форма. Соответствующее соглашение уже подписали донской губернатор и министр обороны. Мартан Синеджанс, Юрий Санкин. Главное новости. Выстрелы, взрывы, авиа и танковые атаки. Ростовская область отметила 70 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Неклиновском районе на высотах Меусфронта более 300 реконструкторов со всей страны восстановили легендарное сражение. Какой ценой досталась победа? Наша съемочная группа стала свидетелем боя. Солнце только взошло, а над мирным красным крестом уже раздаются выстрелы. Сестрам Милосердия в этот день будет чем заняться. Решающий прорыв на Меусфронте пройдется железной машиной калеча судьбы тысяч солдат. А еще многим вернуться с поля боя не суждено. Мы сестры Милосердия, мы помогаем всем солдатам и красноармейцам, и солдатам вермахта. Поэтому я не могу сказать, как себя чувствуют те, кто нападают. Но наверняка не очень комфортно. Ровно 70 лет прошло с времен ожесточенных боев вблизи реки Меус. Таганрог уже освобожден. Теперь бойцам Красной Армии предстоит занять стратегическую высоту и гнать фашистских захватчиков дальше от Донской земли. В ход идут тяжелая артиллерия, танки, самолеты и даже саперные лопатки. В бою все средства хороши. Легендарный ППШ, оружие образца Второй мировой войны, ценился красноармейцами за минимум осечек и за то, что обойма содержала более 70 патронов. Десятки тысяч зрителей со всей области, 500 участников реконструкции и 5 миллионов рублей затрат на проведение открытого урока истории. В этом году за взрывы отвечает специально приглашенный пиротехник Мосфильма. Вся техника на ходу и достоверно восстановлена по крупицам сотрудниками Донского военно-исторического музея. Правительство области тоже внесло свою лепту, выделив из бюджета 2 миллиона рублей. Сегодня большой праздник и очень важно, что здесь сегодня ветераны, те, кто воевал здесь и очень много молодежи. Вы видите, десятки тысяч. Это самый лучший воспитательный эффект, лучше, чем прочтение любой книги, любого урока. Несколько раз красноармейцы пытаются прорвать МИУС-фронт, но все попытки тщетны. Лишь в решающий шестой раз после артподготовки советским солдатам удается закрепить за собой плацдарм и отсечь доставку боеприпасов и провизии неприятеля. Ощущение радости, ощущение значимости того события, в котором мне довелось и моим товарищам принять участие. Ощущение глубокого патриотизма и осознания того, что несмотря на то, что история нынче немножко переписывается некоторыми западными представителями, люди видят нас, люди знают о нас, и через нашу реконструкцию они узнают нашу историю, историю действительно того, что происходило в этих местах во время Великой Отечественной войны. 800 тысяч погибших в конце августа 1943 года – такова цена. Бои на МИУС-фронте стали решающими для приближения общей победы. Это позволило в дальнейшем Красной Армии наступать на Южном фронте и впоследствии дойти до самого Берлина. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. Главные новости. Из 30-х годов прошлого века в наши дни на автомобиле в Азове на выставке ретро-машин автолюбители представили практически весь модельный ряд отечественного автопрома, начиная с довоенных моделей, а также уникальные иностранные автомобили. Многие образцы, прежде чем предстать перед зрителями, прошли через долгие реставрационные работы. И сейчас эти автомобили восстановлены людьми, которые любят это дело. Это непростое и очень дорогостоящее дело. Легендарный «Виллис», полученный во время Великой Отечественной войны советскими войсками для командного состава, привлек внимание как взрослых, так и совсем маленьких зрителей. Этот автомобиль имеет собственную историю. Он так понравился советскому руководству, что стал прототипом целого модельного ряда машин, произведенных уже в Советском Союзе. Было принято решение сделать свой автомобиль. И буквально через год выпустили автомобиль в 43-м году ГАЗ-67. Это как бы уже ветераны наши, их называли ХБВ, хочу быть «Виллисом». Самый популярный у зрителей экспонаты правительственный ЗИЗ-110, «Опель» 32-го года выпуска, трофейный «Опель-кадет» военных лет. За один день работы и выставки ее посетили несколько сотен человек. Выезды по тревоге, ночные дежурства, боевые задержания. Одна из старейших полицейских служб патрульно-постовая отмечает 90 лет со дня основания. Наш корреспондент Сергей Мирошниченко присоединился к поздравлениям, а заодно выяснил, какой он один день из жизни сотрудников ППС. Обычный день, обычное дежурство. Для них патрулирование улиц родного города – дело привычное. Задумываться о том, что работа связана с риском для жизни – попросту некогда. Минута дежурства, и по рации принят первый вызов. Приняли на грудь и отдыхающие на Пушкинской. Распитие спиртных напитков в общественных местах уже давно запрещено. Но для этих реальных пацанов закон не писан, и наказание следует незамедлительно. Дмитрий Юрьевич, вам придется проехать с нами, с вашим коллегом, для составления административного протокола отдел полиции номер. Далее составление протокола, проверка на судимости и розыск. За распитие ненашедшим квас придется оплатить штраф от 300 до 1000 рублей. Выпившие – это лишь вершина айсберга. На счету сотрудников ППС сотни раскрытых преступлений по горячим следам. Предотвращение и пресечение драк тоже входят в обязанности патруля. Бывают сложности в службе. Но, как и всегда, спасибо нашему коллективу, то есть дружному, который всегда придет на помощь. То есть можно какие-то спросить у старших коллег, вопросы мне всегда помогут. Есть какие-то сложности с людьми различные, но мы стараемся их решить и преодолеть. В этом году исполняется 90 лет со дня образования патрульно-постовой службы. Сегодня невозможно представить городские улицы без стражей правопорядка. Несмотря на то, что эта работа порой неблагодарна и не приносит богатств. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. Главные новости. А ростовские первоклассники в День знаний отправились в молодежный театр. Юную публику ожидала музыкальная сказка «Приключения дюймовочки». Но представление началось у главного входа в театр. Исполнители ролей приготовили для малышей импровизированную развлекательную программу. Анастасия Кованцева оценила экспромт актеров. Восторженные крики детей – лучшая оценка работы актеров. Исполнители главных ролей устроили представление еще до начала спектакля. У входа в молодежный театр первоклассников встретили героя любимых сказок. Под руководством школьного учителя матраса малыши блеснули знаниями и подсчитали, сколько хвостов у шести котов. А также станцевали танец маленьких утят. Нужно перед спектаклем было завести детей, чтобы потопали, похлопали, покричали, попищали. Настроились на спектакль с хорошим настроением, пришли смотреть. Музыкальная сказка «Приключения дюймовочки» началась с опозданием на 15 минут. Но дети были этому только рады. Полосатый пиджак учителя превращается в блестящие крылья принца. Александр Волжинский успевает измениться до неузнаваемости, пока дети рассаживаются в партере. Король! Да здесь я! Если на открытой площадке полная импровизация, то в спектакле все строго по тексту. Слова актеры выучили давно. Постановка идет уже не один год. «Приключения дюймовочки» по версии режиссера Сергея Гуревнина превратилась в музыкальную сказку. Если песни и танцы в постановке современные, то сюжет остался прежним. Там про девочку, на которой хотел жениться крот. Потом она сбежала оттуда и попала к какому-то принцу. Дюймовочка в джинсах подпевает кроту с гитарой. Первые минуты спектакля вводят в заблуждение. Но уже через несколько минут открывается второй занавес, и маленькие зрители попадают в настоящую сказку. Современная притча рассказана на понятном для подрастающего поколения языке. В образах животных и насекомых юный зритель увидит узнаваемые человеческие характеры со всеми их достоинствами и недостатками. Анастасия Кованцева, Андрей Токарев. Главное новости. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и новости донского спорта. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин